Надо стараться как можно больше заломить хвост налево, но здесь мешает, видите, машина. Поэтому сколько идет, столько идет. Спасибо, спасибо, Сань. Передавай кому-нибудь привет еще. Да привет всем. Всем, кто меня видит, может, узнал и так далее. Вот такая жопа здесь творится, друзья. Я вообще не могу, если честно, понять, почему это так все здесь делается. Друзья, всем доброе утро. Вы на канале Серго Дальнобой. Я вас приветствую, друзья. Друзья, выезжаю, друзья, с стоянки. Находился в стоянке Туношно, такой населенный пункт. Я еще думал, ближе бы было здесь место, где встать, но тут место, друзья, вон еще все, она, по-моему, продолжается, тут стояночка у них. Место просто, ну, самолет не посадишь, но пару-тройку вертолетов, я думаю, спокойно можно. Ну, хотя бы парочку. Вот. Стояночка, в принципе, ничего. Туалет. Знаете, сколько стоит? 50 рублей. Но, 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 но. Выезд какой интересный. Туалет 50 рублей. Завтрак я покушал, кашу взял, блинчики, кофе, все, как всегда, на 200... 240-250, не помню, где-то так. Вот. Но в чем прикол? Все цивильно. И самая фишечка в том, что я вчера сходил в душ, вечером как приехал. Душ 200 рублей, друзья. И при том, при всем она мне сказала, этот чек сохрани, вы, говорит, ночуете же, я говорю, да, чек сохрани, с утра, говорит, можешь снова бесплатно в душ зайти по этому же чеку. Я такой, нифига себе, вот это вот, первый раз вообще вижу на стоянках, чтобы так можно было сделать. Ты по тому же человеку, в котором на душ сходил, можешь еще с утра бесплатно зайти. А так он 200 рублей стоит. Ну, либо, говорит, в туалет бесплатно зайти по нему. То есть 50 рублей я сейчас не платил ни за какой-то туалет. Ну, что, просто 200 рублей вчера за душ, пожалуйста, у тебя с утра сходить и мыться тоже бесплатно. Такие, друзья, дела. Что, я выдвигаюсь на выгрузку. Выгрузка у меня, друзья, в Подольске. Выгрузка до 4 часов работает. Ой, это, это Макат, это Москва, уже пишет время прибытия 2 часа. Я вчера вроде все подрасчитал, думаю, в 8 выеду, хотя в 7.50 время, ну да, в 8. Думал, в 8 выеду, спокойненько везде все доеду. Так, слева нету, справа, блин, едут. Только после этого, там тоже дойдет. Ну, е-мое. И сейчас там поедут. Только между малышкой и фурой. Ну, тут поехали сейчас, блин. Короче, с этой Москвой могу сейчас еще не успеть, блин, не знаю. Надо успевать, надо успевать. Друзья, друзья, подъезжаем на выгрузку. Будем сейчас искать место выгрузки. Время... Пройдем высотой? Время, друзья, 3 часа, 1 минута, Москва. Вот осталось нам 690 метров. Через 550 метров поверните направо. 46Б нужно. 46Б не бьется, бьется только 46. Я им позвонил, там какого-то вдоль трехэтажного здания, там проезжаешь, говорит, ты увидишь 46Б. Ну, сейчас будем разбираться. 400 метров направо. Впереди несколько лежачих полицейских. Ага, принято, спасибо. Корнячок. 300 метров направо. Через 300 метров поверните направо, во двор. Что-то пока ниже никого поворота. Я уже испугался, думал, неужели сюда. Дальше, да? Дальше. Следующий поворот направо. У тебя там какой-то узковатый, давайте-ка немножко со встречки что-то. Со встречки. Блин, там машина едет. Поверните направо, во двор. Моргаем мы фарами, чтобы притормозил. Заходим. До конца маршрута 100 метров. Да, вот это заезд. Так, прицеп заходит, нормально. Здрасте, а 46Б? Да, да, а это вот, вот дом. А, спасибо. Спасибо. А, это стройка, оказывается. Вон тот новый дом строится. Блин. Браток, ты бы меня там подождал, Генеч? Как 500, всегда крайний рейс. Жоба какая-то, блин. Вроде тропу можно проехать. Давай, 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 Серега, давай, давай. Так, там все хорошо. Сильно влево нельзя. Так. Чувствую, такая задница сейчас будет с выгрузкой вообще. Вдоль трехэтажки, а, ну вот, да. И что, мне прям туда заезжать, что ли? Ну-ка, дай-ка я вам все. Позвоню-ка я ему туда, что ли, ехать. Да, говорит, прямо едь. Стоп, мусорка. Ой, блин. Как я ненавижу эти стройки. Слева нормально. Скрудятся по краюшку, прям идти. Чтоб там зайти. Так, проходим, проходим нормально, Серега, проходим. Я копал вообще, куда ехать. Ничего толком не объяснил, куда там, чего. Капец, как отсюда выезжать будем, офигеть. Вот это жопа вообще, я не знаю, друзья, как будет поезжать сюда. Ой, надо же было крайне вот рейс, а вот всегда крайняя выгрузка, да, вот последняя, скажете, это самая жопа, отвечаю. Вот всегда она такая. Вон-то белая херня обмотана, а такую же привез. Можно было бы сюда жопой заломаться, да? Вон деревья, видите, все ободрали. То же самое, видимо, делали, что я сейчас хочу. Жопой сюда и туда на выход, и вон как раз дерево все обдирают. Назад выталкиваться. Там не развернуться, только на дорогу потом уже. Я вообще херево. Стой, говорит, пока. Не знаю, куда, чем выгружать. Ну что, друзья. Задняя. Как будем туда заломываться, друзья? Пен знает, если честно. Сейчас пока вытянусь, немножко выровняюсь. Глаза боятся, руки и ноги делают, говорят, да? Так, Серега, обращай внимание на забор. Прицепом его не снеси нафиг. Машина буксует. Она одним колесом стоит на плитах, другим на щебенке туда. Сейчас, если дальше так же пойдет, придется блокировку включать. Но вроде тихонечко идет. Давай, давай, брат, давай, 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 давай. Пока идешь, давай, 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 пока идешь, иди, 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 иди. Так, заломываться туда-назад нельзя, а у нас прицеп здесь не зайдет с правой стороны. Надо будет немножко левее взять. Так, справа все хорошо, смотрим слева. Деревья не мешают, в принципе. Давай, 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 еще заломывай. Еще, еще подвуми, Серега. Справа все хорошо. Надо еще подломать, наверное, пока. Давай, так попробуем. Справа все хорошо. Вот попросил, блядь, уберите машину, говорю. Посмотри там, с той стороны. Нормально? Не пройду. Ну что, друзья, надо пробовать ближе к Ниссану. Ему звонят, он трубку не берет. Поближе надо туда пробовать. С правой стороны прицепом в столб упираюсь. Не могу нифига зайти, блин. И тут еще деревья мешают. Какая-то жопа жопошная. Ладно, надо, Павел. Пораньше заламываться, значит. Задняя передача. Давай, с Богом. Давай, 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 родной, давай. Ниссан бы не зацепить. Вот что, зараза, а. Его бы не было, было бы намного все лучше. Приходится огибать его морду, короче. Давай, еще подломим. Лево, лево, лево. Тащим, тащим, тащим. Еще подломаем, Серег. Под сильной заломой, полностью-полностью руля вправо. С правой стороны там человек смотрит, сейчас виснет. Нет, нифига, короче, не проходим. Не проходим. Собака. Надо Ниссан убирать, что, по-любому. Больше ты ничего здесь не сделаешь. Что вот еще можно сделать? Тюма не привожу. Здесь, друзья, арматурина торчит. Сюда опасно вообще заходить. Резину оставим. Отсюда и туда, и закопался. Короче, я вообще не знаю, она как держалась здесь, друзья. Но мы просто ее отодвинули сейчас, и она у нас в руке осталась. Офигеть, блин. Как она у меня вообще не... А, она вот за счет этой штуки держалась. Как и все, думала, она не потерялась у меня раньше. Ой, жесть. Вот всегда, друзья, всегда крайний... Крайний раз перед каким-нибудь либо отпуском, либо событием, что ты домой пойдешь. Вот такая вот жопа. Каждый раз. Сейчас будут на тракторе меня подтягать. Порчатки сюда выкину. Это полный звездец, друзья. Ой, вообще. Здесь ничего не зацепил, но сейчас надо как-то выезжать охранненько. Старые дырки поберем. Офигеть. Порчатки. Томашка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Едь, едь, братан, у меня машина не идет Специально что-ли тоже так вот подрезает Что за люди злые капец вообще? Никого же не было Едь, тяни спокойно прямо Нет, надо меня подрезать Если буду притормаживать, она что, скинет? Друзья, короче, продули коробку Позвонил Женя, тебе большое спасибо По совету Дениса Колонова Позвонил Жене Женя мне все объяснил, как правильно сделать Короче, все, что вспомню, скажу Вот если у вас коробка на Мерсе 41 Ну, я не знаю еще на каких Но говорю за 41 Начинает тупить В моем случае это было как? До шестой передачи она поднимала На автомате, да, скажем? А выше все, передачу не поднимает И ниже не спускает Только все вручную пытаешься И то вручную она выше шестерки уже не поднимала Глушишь полностью машину Ключ достаешь Все, табло гаснет у тебя Потом включаешь Ключ, получается, в зажигание суешь Одно деление поворачиваешь Нажимаешь вот эти две клавиши Слева, справа Нажимаешь и держишь их Потом поворачиваешь Дальше ключ до зажигания Зажигание включилось Держишь также эти две клавиши Здесь стрелочки заморгали, короче Ждешь, 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 ждешь До тех пор, пока буква Н, по-моему, маленькая Н Здесь типа нейтраль, маленькая буковка Н появится Как она появилась Кнопки не отпуская Заводите машину Машина завелась Кнопки также держите обе нажатые на рычаге До тех пор, пока не появится Н, только большая Как только Н, буква нейтраль, большая появилась Отпускаете кнопки И добрые вам дороги В принципе Мне это помогло Продувка коробки, что ли, да, называется Не знаю, ух Это что за клавиша еще вышла Давайте-ка Типа как температуру показывают Как ты меня напрягаешь, господи Что с тобой не так, а? Давайте-ка сюда встанем Я не знаю, что с ней не так Что с тобой не так, что за температура, что ты мне показываешь какую-то температуру А? Вот такая вот штуковина Короче, сказали, что это греется коробка, когда вот устанавливаешься, сразу бах на нейтраль скидываешь Потом снова едешь И вот она, видимо, еще все пищит Не остыла, что ли, не знаю уж даже Тихонько еду Это постоянная ошибка, друзья Красная выскакивает за Карты водителя Карты водителя Друзья, тихонечко-тихонечко Подъезжаю к базе Ну вот уже вышел на семерку С мукадо И сейчас до дома доберусь, друзья Возьму тетрадку, листочек Тетрадку, листочек Ручку, листочек Выпишу все, что я здесь пережил Все плюсы, все минусы Что для меня оказалось минусом, что плюсом Расскажу, друзья, все вам Какие здесь условия работы и так далее Чтобы было все понятно и прозрачно